Игромания представляет Enemy Front — это игра, сделанная City Interactive. Если вы вдруг не в курсе, кто такая City Interactive, кто это вообще такие, я вам расскажу. Это польская компания, которая основана была, по-моему, в 2002 году. То есть 12 лет ей уже, и вот все эти 12 лет она делает чудовищные, страшные, трэшовые экшены. Шутеры. Battle Strike, Code of Honor, Terrorist Takedown. Если вам эти названия ни о чем не говорят, вы, в принципе, ничего не потеряли. С другой стороны, достаточно большое количество игроков любят такой запредельный трэш, и вот им-то эти названия хорошо знакомы. В прошлом году вышла игра от City Interactive Alien Rage, которая тоже оказалась знатным трэшаком, но очень красивая. Она запомнилась, ты начинаешь играть, думаешь, сейчас начнется, а ничего кроме красивой картинки не начинается. Жуткий коридорный экшен, который играть дольше часа невозможно. И единственная серия игр City Interactive, которые более-менее известны по всему миру, это серия Sniper. Первая игра была не то чтобы очень хорошей, но там был грамотно реализованный Bullet Time. Было очень интересно наблюдать, как пуля вылетает из ствола, медленно-медленно летит и там взрывает голову какому-то врагу. Вторая часть была уже более известна, это Sniper Ghost Warrior. Там было большое количество недоработок по сюжету, по геймплею, но в целом это была такая хорошая игра уже на 5,5-6 баллов. И потом был такой громкий Ghost Warrior 2, игра, которую активно рекламировали по всему миру, которая была сделана на очень высоком техническом уровне, там хорошая очень картинка. Но опять же City Interactive показали себя как очень плохие сценаристы, сюжеты, там были кошмарные дыры, все было совершенно не связано. Мы про эту игру много рассказывали, когда она вышла, но в итоге коммерческий успех... Игра провалилась, потому что вот до ее выхода шума было много, а потом разработчики как-то замяли вопрос вообще, а как она продалась, и, судя по всему, коммерческий успех она не имела. Хотя денег в нее было вложено много. И, видимо, после этого разработчики City Interactive решили, что не стоит вкладывать столько в денег, раз мы не умеем делать нормальные шутеры, давайте продолжим крепать трэш. И продолжили. Enemy Front — это очередной трэш от City Interactive. Журналиста Роя Хокингса закидывают на театр военных действий. А дальше даже про сюжеты рассказывать-то нечего, потому что главного героя кидают то из одной точки в другую, никак это не обосновывая. В общем, игра представляет собой фрагментарную нарезку каких-то мало связанных друг с другом сюжетов. Единственное связующее звено — это главный герой. При этом как вот оценивается шутер? Ты его проходишь, садишься, и, во-первых, пытаешься вспомнить, а что же там было, в какой последовательности происходили действия, а, во-вторых, чем интересным ты в этом шутере позанимался. И вот после прохождения Enemy Front ты так садишься, задумываешься и понимаешь, что, во-первых, ты не можешь воссоздать последовательность сюжета, это какое-то хаотичное месиво из самых разных ситуаций, при этом и сами ситуации ничего интересного из себя не представляют. Формально все действия в Enemy Front сводятся к трем различным вариациям. Это битвы на открытом пространстве, и вот с ними все плюс-минус неплохо. Когда у врагов есть большие открытые пространства, на которых они могут передвигаться, они ведут себя достаточно умно. Создается легкое впечатление, что вы сражаетесь с настоящими людьми. Они умеют прятаться за укрытиями, они умеют обходить с фланга, заходить к вам в тыл. И все это смотрится естественно. Как только пространство суживается до коридора или какого-то там прохода ущелья, расстояния между домами, враги начинают вести себя как жуткие тупые балбесы. Они прут на вас грудью, а вы сидите за каким-нибудь камнем или за углом и отстреливаете их просто пачками. В такие моменты, знаешь, сидишь так, можно попивать кофеек, нажимать на левую клавишу мыши и смотреть, как они умирают толпами. В этот момент игра скатывается до уровня какого-то примитивнейшего, тупого, безмозглого тира и вообще непонятно, ради чего такие моменты в игру были добавлены. Ну так уж, делайте все на открытых пространствах, чтобы придуманный вами для открытых пространств АИ смотрелся выгодно. При этом узких участков в игре много, и вот до такого тупого тира Enemy Front скатывается регулярно. И, наконец, есть третий способ прохождения, это стелс. У него разработчики делают вроде бы серьезный акцент. В игре есть даже система с камешками, когда вы берете камешек, кидаете его куда-то, и враги замечают это, и посмотрите, что же там такое произошло. Предполагается, что в этот момент вы с ножом можете вырезать часть патруля, пройти дальше. Главная проблема заключается в том, что вас в течение 10-15 минут попыток играть в стелсе все равно замечают. Причем вы ничего с этим не можете сделать. А как только вас заметили, все, дальше перейти и играть в режиме стелса нельзя, невозможно. Я пытался несколько раз одну и ту же миссию пройти только с помощью стелса. У меня есть ощущение, что это невозможно даже на легком уровне сложности. Па-бам! И кого я не спрашивал, все говорили, да, стелс в игре не работает. Видимо, это действительно так. Ну и в итоге, что мы имеем? Удачно работающий на открытом пространстве АИ, жутко рассказанная история, не работающий на замкнутом пространстве АИ. Ну, относительно неплохая для уровня сети интерактив графика, хотя с другими шутерами она сравнение не выдерживает, и даже Black Ops 2, например, выглядит оно лучше, хотя игре уже сколько лет. В общем, очередной слабый трешаковый экшен от сети интерактив. Мне было бы приятнее, если бы они развивали серию снайпер и, возможно, вложили в нее еще больше денег, наняли бы тайно талантливых сценаристов, которые бы написали интересную красивую историю, и тогда был бы шанс выйти в игры АА-класса. Вместо этого сети интерактив опять скатывается в свой трешак. Моя оценка игре — 4 балла. Субтитры создавал DimaTorzok